ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем, ребят, привет! Сегодня у меня очередной выпуск. Еду я в одно местечко, но заскочу еще в одно. Сделаю небольшой крюк в 20 километров и заеду к нашему дяде Коле. Как вы помните, недавно я выкладывал видеосюжет, где моего знакомого дедушку обманули с фальшивыми монетами, с китайскими, которые с Алиэкспресс идут на продажу. В общем, мы его надули на приличную сумму. Ну и сегодня я заеду к нему в гости, отдам его монеты, которые я брал. Хотел запилить видеосюжет по поводу того, как их распознавать. Ну, не хватило времени. Позвонил он мне вчера и говорит, Саш, привези мне монеты. Я удивился, для чего, зачем. Может, дед беспокоится, что они мне куда-то нужны, что я якобы, может, их продам или что. Ну и еще проскочила одна фраза у него. То, что он говорит, Саш, я тебе покажу еще две монеты. Я уже на поводу этого насторожился. Я говорю, Дядь, Коля, вы, надеюсь, ее не купили? Ну, он вроде сказал, что ему принес знакомый. Так что я даже не знаю, то ли дед по глупости первый раз нагрелся, или же, я не знаю, это уже старческий маразм наступает. Я даже об этом не могу сказать. Вроде дед адекватный, но по поступкам можно, конечно, свое мнение и поменять. И вот сейчас я еду на коп, но заскочу к нему в гости, посмотрю, что он там мне покажет. Заодно я его монетки отдам. Мне они ни к чему такие. Так что вот так вот я сделал вступление. И еще. Последний раз, когда я ездил на коп, я заглянул в тот домик, который я хотел в свое время прикупить. Дом, в принципе, годный для жилья. Вот, но, конечно, нужно будет вкладывать туда деньги там, потому что вздулись полы. В общем, домик был крепкий. И, в принципе, у меня была заинтересованность его прикупить. Как-никак дети у меня подрастают. Вот, возраст у меня уже подходит, как говорится, ну, сами понимаете, хочется спокойной жизни. Вот, и в одной деревне я присмотрел домик. Он мне понравился тем, что на задах там проходит речка. А я очень обожаю, когда рядом вода. И меня очень заинтересовал этот домик. Но, последний раз, когда я туда заезжал, там, извините меня, друзья-комрады, в этом доме покопали, пошорфили, вскрыли полы. В общем, дом превратился в непригодном таком состоянии, в плачевном, грубо говоря. И вот сейчас, минут через 5-10, я уже подъеду, и вам покажу именно вот этот дом. Ну, так что вот такие у меня сегодня планы. Заеду в Дядь Коли, затем загляну в несколько, не в несколько, а в одну заброшку, покажу, как там, что там. И, наверное, все-таки зашорфлюсь в одном местечке. Не знаю, как получится. Погода у нас ужасная. Вчера и сегодня ночью у нас шел снег. Вот. Так что, сегодня где-то около нуля. Вчера был минус. Ну, в целом, вступление сделал. Не зря я здесь болтал. Значит, находки у нас есть. И видеосюжет подобрался неплохой. Так что, вот так вот, смотрим, будет довольно-таки интересно. Так, ребят, приехали к тому самому дому. Сейчас покажу тот самый дом, который я хотел в свое время прикупить. Камрады здесь побывали. В сам дом я заходить не буду. Вот он, этот дом. В принципе, был добротный, плотный, крепенький, я так посмотрел. Даже крыши достойные. Вот. Просто нужно было заезжать и жить. Элементарно, что нужно было здесь сделать, поменять крышу, то есть профнастил настелить и поменять полы. В принципе, печка там какая-то есть. В общем, летом жить можно было. Ну, конечно, вложения нужны были, но камрады здесь побывали. И все сделать вот так вот. Сейчас я вам покажу. Как вы видите, все разрушили. Сейчас я вам продемонстрирую, что произошло там внутри. Вот смотрите. Все вскрыли нахрен. Все, в окна покидали. А вон там печка. Вон она печка. Но в принципе, я думаю, она была рабочая. Полы, как вы видите, там вскрылись. Но факт в том, что стены были достаточно еще плотные, а потолок не обрушался. В общем, дом был законсервирован, то есть здесь не было такого, что дождь, снег, влага, все здесь находилось. Дом был добротный, но его разбомбили. Вот так вот. Я вам не лукавлю. Я действительно с супругой планировал прикупить этот дом. Но наши камрады, блядь, твою налево, блядь, все испортили. Я действительно очень хотел прикупить этот дом. Дом, как вы видите, не покосился, не провалился. В принципе, был добротный вариант. Нужно было просто кое-где подменить, кое-где деревяшечки прибить. Вот. Даже, наверное, крышу не надо было менять, потому что там лежит у нас шифер. Вот такая плачевная мечта моя умерла с каким-то, блядь, камрадом. Никогда не ломайте дома, не влазите в них, не вскрывайте полы, если они еще добротные. здесь, в принципе, все было шикарно. Но кто-то набрался такой наглости, подлости, залез и все вскрыл. Я в этом доме много раз был, но я полы не вскрывал, ничего такого не творил. И никому не советую, ребят. Никому не советую. Вот такой был домик приятный у меня в мечтах для покупки. Но, к сожалению, кто-то мою мечту из камрадов убил. Нужно было всего-навсего вставить стекла, двери и летом можно было уже спокойно жить. Ну, ладно. Поедем дальше к дяде Коле. Итак, ребят, приехал, а к дяде Коле он меня уже встречает. Здорово, дядь Коль! О, привет! Добрый! Ты почему не продал деньги? Да кому она нужна? Как это? Ну, что, давай, показывай, жалуйся, что у тебя там нового, привез к твоей монеты. Ну, в общем, короче, эти вот мужики, блядь, еще раз были? Нет. Они вот эти деньги взяли, а это, их преследовала милиция, блядь. Они говорят, мы не можем провести никуда их. Ага. Вот. Дед, я им чаем напоил, накормил. Вот. Они говорят, на нахуй. Это там сколько? Четыре, шесть штук этих десятирублевых и семь штук, по-моему, еще. У вас еще, что ли, куча? Да, конечно. Офигеть. Надо реализовать. Показывай, дядь Коль, я их сейчас привез, я весы электронные, я взвешу их и вам расскажу, покажу. Блин. Я думаю, дядь Коль, вы их не купили. Слушай, знаешь, что, даже пусть они негодные, но для себя это для, вот это, мне и то, что-то понравилось. Нет, зря, зря, дядь Коль. Сейчас. То есть, когда я приезжал, вы мне всего три монетки показали, да, а у вас их больше, да? Да. Да. Я на этот раз привез электронные весы. Они что, дают что-то о себе? Что? Электронные весы. Электронные весы, я вам покажу, каталог и сколько весит настоящие монеты. Они взвешивают, да? но они по весу всегда были. Так. Вот они, ваши три монетки. Давайте, я... Вот это вот. Так, залпный кит, четыре залпника, двадцать одна это, серебра. Ну-ка. Доли. Че, светить что ли, что там, или что? Да. А что там, а еще здесь, Коль, показывайте. А семья? Что такое там? Это Петр. Это Петр. Петр? Петр I. 1724 года. А вот это? А это семейное, портретное называется. Портретное. Ты каталог привез, вот это? Или что там, надо мне узнать? У меня все в телефонном приложении. Вот. Ты фотографируешь что ли? Да. Отсюда вот. Конечно, экземпляры, если бы были бы это настоящие, было бы супер. Ну, это, дядь, коль, все, подделка. Ну, понятно. Я себе даже оставлю, как это. Ну, это... Да, было бы это золото, вы бы сейчас здесь бы не жили, вы бы сейчас были бы где-нибудь в Гаграх. Ну, это фигня. Ну, это золото. Давайте я сейчас достану свой каталог. Давай, 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 давай. И взвесим на весах. В прошлый раз, когда я вам показывал, дядь Коль мне показал всего три монеты. Но у него их оказывается, смотрите, какое большое обилие. Столько-то я при помощи весов взвесил каждую монету. Всего-навсего одна монета была похожа по размеру. Ага. Вот это у нас была монета, знаете, какая. Вот эта вот монетка по весу практически один в один. То есть, она совпадала. Но мы ее взяли и проверили на наличие серебра. Гурт я зачистил. Ну, немножко она темнеет. Капнул я йодом, но, к сожалению, йод ничего не показал. А должно быть темное пятно. к сожалению, монета подогнана по размеру и по весу. В принципе, классно, но это не серебро. Это сплав латуни. Остальные монеты, вот такие вот, золотые, вот такие золотые монетки, якобы, они вообще уступают по весу практически вдвое. Некоторые монеты действительно вдвое должны. По каталогу я смотрел, пользовался я вот этим приложением. Вот оно, приложение. Его можно скачать в интернете и пользоваться. Так, слушай, ну, у тебя же до хрена знакомых для альбома. Нет, дядя Коль, мои знакомые всегда в альбомы втыкают настоящие монеты. Да? не вот это вот фуфло. Вот, и достаточно при определении обычных электронных весов. вот это, который более-менее подходит, сколько она стоит? Сколько? 400 долларов. Ну, в общем, за 20 тысяч. Ага. Так что, ребята, вот так вот заехали к дяде Коле, вернули его монетки. Но, оказывается, у нас дядя Коля купил не три монеты, а вот такую горсть. Правда, неправда, но он, говорит, заплатил за все это 10 тысяч рублей. Мне, конечно, дядю Колю жалко, то, что он свою пенсию вложил вот в этот, извините меня, подделки. Буф, как она называется-то еще. Вот такие вот монеты. Жалко, обидно, досадно. Весь процесс я вам не показывал, но элементарно. Ну ладно. Вставлял на свои электронные весы, сверялся при помощи своего каталога по весовому. Но хочу сказать, что петровские там монеты на гурте имеются выпухлые шнуровой гурт, а здесь они все были вдавлены. То есть, это можно было определить. Вот это вот по борту, да? Гурт, да. То есть, петровские монеты, они, например, гурт идет шнуровой и он как бы выпухлый, выпирает. В то время так и делал. Делать выпухлые, там были выдавливать. Да вы еще не знаете какие яйца Фаберже знаете? Чего? Яйца Фаберже. Там вообще, знаете, такая искусная работа. Левша, знаете, кто такой левша, который балаху-то подковал? Ну, понятно. Это настоящее, действительно, делали такие искусные работы. Такие были люди, А вот эти монеты, что их? Чеканка-то и что это? Ну, да. Ну, ладно. Спасибо тебе. Да за что спасибо? За то, что я вам сказал, что это фальшивка, что ли? Лучше бы вы себе надежду в душе грели. Может быть, настоящая. А я вам сказал, что это подделка. Ну, пусть, ну, что же ты? Ты думаешь, я переживаю, что ли? Ну, что? А что, нет, что ли? Да? Да. Мы еще найдем. Найдем. Вот. Так, ну, подожди. Все-таки ты вот такие вещи покупал, блин, все. Значит, ты все-таки это, что-то имеешь. Ну, ты, подожди, я от нее спросил. Ты в свое внес, вот, как ты говорил, в студии-то, вот этот рисунок. Да. Да? Она там не видно, настоящий, не настоящий. Там просто показ идет, да? Конечно. Так, какое у тебя образование, Саш? Специально-техническое. А? Специально-техническое. Специально-техническое. А, я все, а что это такое? Авиатор я. А? Авиатор. Авиатор, авиационное у меня образование. Ага. На самолетах. Понятно. Ладно. Да. Ну, слушай, найду, срочно-техническое вызываю. Если найдешь в земле, то да. Да, в земле. А так, если кто-то приедет вам продавать, можете даже не вызывать, потому что и не стоит с ними даже общаться. Можно вилы в руки брать и гнать со своего участка. Понятно. Потому что они ищут одиноких в деревнях. Сейчас они перешли, вот переключились в деревню. Да. Доверчивый, как говорится, не знающий. Да. Они вам, наверное, сказали, о, дед, ты их продашь, вот сейчас купишь за тысячу каждую монетку, а продашь за 10, блин, или что-то в этом роде. Они наговорят там. Так, ну ладно. Жалко, конечно. чай. Нет, дядь Коля, нет, спасибо. Я так вот заехал, я ехал туда, в другую деревню, там покопать хотел, а к вам заехал, вот чтобы... Вот слушай, вот это место, я с горки катался, там была яма, блядь, погреб был, или подвал, а сейчас нихуя, или бульдозер выровняли, или что, я с горки катался, Итак, ребят, пообщались мы с дядь Колей, посмотрели весь процесс замера, я вам не показывал, в принципе, ничего интересного нет, то есть смотрел по каталогу весовой, квалифициент монеты, и просто-напросто глупо взвешивал. Ни одна монета, кроме исключения, не было, не совпало с весовой, так что все монеты были поддельные. Порядка сколько там, 15 монет у него было, по чесноку я у него спросил, почем взял, сказал, что за 10 тысяч. Так что вот так вот, те, кто ему продал, наживились нормально, он их даже чаем напоил, накормил, практически спать уложил, но дед у нас доверчивый, но, к сожалению, ребята, старческие маразмы приходят с возрастом, но это не в обиду сказано, но все же старики доверчивые, их обмануть очень-очень легко. На этом я закрою, наверное, короткий свой видеосюжет, следующий я практически сразу начну, пойду я в заброшку, и по заброшке походим. Так что следующий материал будет именно по заброшке, будет достаточно интересно тем, что дом недавно у нас практически был жилым, и его бросили, и сейчас он, в принципе, пустует, и, как я слышал, он стоит на продаже, но двери вскрыты, все открыто, можно зайти посмотреть. Так что следующий материал будет именно по заброшке, как мы ходим по дому, и вам будет интересно, что там может быть найдено. В принципе, я не планирую брать там ничего себе домой, просто вам покажу быт, жилье, именно как раньше жили. На этом, наверное, и закончу. Всем пока и удачи. А остальное, шурф, заброшка, смотрите в следующем выпуске. Редактор субтитров А.Семкин